так но сегодня будем говорить про разрешимость радикалах мы для этого все что могли подготовили мы поговорили про разрешение голова прошлый раз мы говорили про ну про количество поля мы говорили про расширение получаемой доволение корни n степени единицы давайте попробуем поговорить о том когда уравнение разрешимы в радикалах но сначала нужно сказать определение и тут принципе с этим уже есть некоторые проблемы что можно понять немножко по-разному значит я начну самого общего определения и пробуем понять что нам мешает его сделать более удобным ну вот у нас есть многочлен и под этим мы говорим что значит ну уравнение и по текстурному разрешиму радикалах разрешиму если какой-то корень этого многочлена можно выдать через радикалы но мы конечно будем считать что мы работаем над q давайте я напишу тут на всякий случай на порядок что можно тут вместо q писать любое поле в принципе даже там конечные характеристики можно писать только нужно немножко утверждение которые подправить а так принести будет работать ну значит есть у нас корень многочлена он уже с радикал как то как написать но можно писать так что он лежит в некотором таком большом расширении к которая ну давайте напишем такую башню расширений то есть получается из q добавлением некоторых корней многочленов мы знаем что мы как бы разрешиму радикалах значит то можем получить с помощью сложения умножения вычитания деления взять и корни иной степени но давайте мы первые четыре операции они в поле работают а корни иной степени нужно отдельно описать то есть мы когда выбрать корни и степени будем отфиксировать у нас получится такая башня расширений где значит у меня каитое над ки плюс первым это получается добавлением некоторого элемента а итое где а итое в степени какой-то степени и мытое лежит внутри ки плюс первого то есть мы каждый раз когда извлекаем корень мы говорим что мы взяли элемент нашего текущего поля извлекили корень какой-то степени мы ты и получили новый элемент его добавляем к ки плюс первому и так делаем делаем делом когда концов как то получаем альф каким-то образом да значит да но если существует такой корень альфа что вот это верно это самое общее определение которое можно придумать что мы хотя бы один корень можем выразить в радикалах давайте попробуем это определение усовершенствовать ну во первых если вас какой-то корень выразили на самом деле вы все корни можете выразить то есть если вы хотя бы один корень смогли выразить из радикала то что такое другие корни но совсем грубо это значит вы просто берете и вам чтобы получить ну что почти другой корень вы можете рассмотреть поле разложения этого многочлена f и взять некоторое сопряжение при этом сопряжение у вас корни но вот эти вот аиты они перед какие-то другие сопряженные им элементы которые по идее тоже должны быть выражаться через корни поэтому если на самом деле у вас один элемент выражается через один элемент выражается через радикал то конечно все элементы радикалы но это такое не очень вот вот я например на пальцах объяснил но немножко если тут все расписано то будет немножко технически сложно поэтому и что что еще раз неразрешимо сейчас мы берем естественно фатекс нас не приводим многочлен ну давайте да ну хорошо да то есть ну на самом на самом деле можно написать про все корни но это маленькая проблема начинать самая главная в чем мы хотим давайте я скажу то есть две главные проблемы во первых мы хотим чтобы к натку был нормальным ну то есть хотелось бы чтобы мы мы хотим перейти группам переходить группам go a для этого чтобы его решения решений голова потому что в это жили было нормальным то есть если в этом если какие-то нормальные разрешения тогда уже может metabolismo покито подгруппу, про то, как вот эти вот продюсер-решения устроены. А пока КАН является нормальным, это не очень понятно, как делать. И, ну, это первая проблема. Вторая проблема в том, что КАН должен иметь какое-то отношение к многочлену, а пока он имеет опосредованное отношение, потому что у нас только один корень лежит в КАН. И если КАН будет нормальным, то на самом деле все корни будут лежать в КАН, поэтому все корни будут являться ну, все корни будут выражаться через радикалы. Это уже хорошо. Но, в принципе, хотелось бы, чтобы у нас КА это было похоже на поле разрешения многочленной Ф. Это вторая проблема. Давайте я их напишу. Значит, проблема 1. Субтитры делал DimaTorzok Что мы можем легко сделать? Ну, просто можно сделать следующую вещь Можно вместо того, чтобы добавлять Ну вот, мы тут добавляем одно число Понятно, что тут k можно делать каким угодно большим Поэтому на самом деле мы можем просто брать Вместо k и t и k плюс первым Брать не с добавлением элемента аитова А брать сразу поле разложения Многочлена x степени m это минус аито Слушай, когда мы Ну, сделать так, чтобы к аито было просто полем разложения И к степени m это минус аито Над k и плюс первым Ну, я, конечно, плохо написал Понятно, что мы должны делать индуктивность Мы сначала берем Каин минус первым над каином Это поле разложения Потом уже на одном поле мы будем поле разложения Следующего многочлена и так далее У нас будет все больше и больше поля Но альфа все еще будет лежать в самом большом поле Ну и вот эти все промежуточные будут полями разложения Это, в принципе, хорошо Но, к сожалению, это нам не дает решить проблему один Потому что k на q все еще может быть ненормальным Да, вот я напишу еще раз пример Который у нас уже был Когда вы берете, делаете следующее Берете q Берете, добавляете корень из двойки Это поле разложения многочлена x в квадрате минус 2 А потом еще раз берете поле разложения Но уже многочлена x в квадрате минус корень из двойки Получаете q от корня четвертой степени из двойки То есть у вас получилось два раза вы взяли поле разложения А, ну и оба этих решения нормальные А вот это вот решение, оно ненормальное Потому что у вас корень из четвертой степени из двойки У вас минимальный многочлен x в квадрате минус 2 И у него есть там типа корень из 2 и, например, есть Которого в этом решении нет И поэтому даже несмотря на то, что если мы сделаем Вот здесь вот каждый этаж Полем разложения некоторого многочлена Это не даст вам то, что кануль над куб будет полем разложения И здесь та же самая проблема, когда Вот я говорил, давал управление со звездочкой Доказать, что вот для разрешимости в радикалах Можно сделать так, чтобы там решение было нормальным Потому что вот там та же самая проблема Когда вы доволеете все время корни Вы можете получить ненормальное расширение Ну и как и там, тут нужно это заделывать Это некоторая техническая задача То есть нужно делать примерно следующее Давайте я напишу идею А детали я вот Если у нас в конце останется время, я к этому вернусь Значит, идея Следующим, что мы То есть на первом этапе Мы делаем так, чтобы каито было поле разложения Вот этих многочленов А дальше мы должны К каждому аитому Взять аито Ну взять, вот у нас есть все элементы А1 и так далее АН Или там А0 и так далее АН Взять эти элементы Взять их минимальные многочлены на тку Взять их произведения Вот это будет многочлен G от X Взять его поле разложения И доказать, что это в этом поле разложения У меня будет Оно уже будет нормальным Доказать, что его можно построить С помощью вот таких вот расширений То есть мне нужно Кроме того, чтобы вот такие поле разложения брать Мне нужно еще брать и поля разложения вида Их степени эмытая Минус Там какие-то аито сопряженные Для всех сопряженных Для всех сопряженных Аито над Q То есть мне нужно будет сделать вот такую штуку То есть вот смотрите Вот у меня есть Q Тут есть Q от корни из двойки И тут есть Q от четвертой степени из двойки А мне нужно здесь еще будет Взять какой-нибудь автоморфизм Который переводит Этот корень из двойки Корень того же многочлена минимального И тут построить еще вот такое расширение Значит мне нужно сделать Корень четвертой степени из двойки И Ну Это что такое? Это на самом деле мы взяли Q от минус корней из двойки И добавили Вот здесь поле разложения многочлена И сквозь и плюс корень из двойки Ну это то же самое Но в общем мне нужно для каждого Для каждого здесь сопряженного элемента Построить еще вот эту вот башню И вот каждый раз добавлять поле разложения этих многочленов И вырезать все получится Ну вот Это некоторая техническая задача Давайте пока вот мы в нее поверим В конце я вот Может быть подробнее расскажу Что-то происходит То есть Мы доказали Ну вот Обсудили такое утверждение Что f от x Разрешимо В радикалах Тогда и только тогда Когда Ну Можно написать Существует альфа Но любого альфа уже не важно Существует альфа корень f от x Такой что альфа лежит В некотором Расширении Нормальном расширении Q И при этом Значит Вот у меня есть цепочка Последовательных расширений И Каждый элемент Это Поле Разложения Некоторого многочлена Их степени Минус аито Где Аито Это вот элемент Поле пониже Сейчас Значит вот здесь Ну смотрите Сейчас Вот здесь Вот Вот здесь Ну какая разница Ну как бы Увели поле Из квадрата Минус 2 Там есть корень И минус корень Из двойки Да Просто мы Вот здесь Извлекаем корень квадратный Из вот этой штуки А здесь Извлекаем корень квадратный Из вот этой штуки То есть Чтобы получить Сопряженный Все сопряженные Корни Чертой степени Из двойки На тку Надо просто Взять И На каждом этапе Взять к нему Все сопряженные И проделать Ту же операцию То есть взять Для всех Сопряженных Корни из двойки Написать Тоже самый Многочлен Что и здесь Только Ну то же самое Расширение Вот такого типа Только Поставить сюда Все сопряженные И тогда у нас Появится Все сопряженные Корни из двойки Ну вот нужно это доказать И тогда все будет работать Ну То есть если хотите Нужно написать Что-то вроде Берем Произведение Их степени Эмыты Минус Сигма Атаиты Ну где сигма Это вот Элемент Все автоморфизмы Которые есть В поле разложения Вот этого Многочлена И вот нужно взять Все такие поле разложения По всем вот таким вот Цепочкам Ну вот тут Я не знаю Надо как Аккуратнее писать Значит Если у нас есть Теперь Нормальное расширение У которого Каждый этаж Это поле разложения Многочлена То Чтобы понять Как устроена Группа гула Этого разрешения То есть Группа автоморфизма В канатку Ну как Как тут Картинка устроена Значит Это у меня будет ЖН Содержит Ж-1 Содержит так далее Содержит Ж-0 Единичный элемент И при этом У меня Так как эти расширения Все Ну вот Каитон Каи плюс первым Нормальное Значит у меня Жи плюс первое У меня Значит Жи это нормальное В Жи плюс первом И Фактор у меня Изоморфин В группе Автоморфизмов Каитова По Каи плюс первому То есть У меня получается Что уже есть какая-то цепочка подгрупп Где фактор Где все подгруппы Значит у меня цепочка подгрупп Которых Кажда нормальная в следующий И при этом фактор Он заморфинен в группе Автоморфизмов Поэтому чтобы понять Что это за группа Нужно забраться С этими автоморфизмами Ну давайте Я Напишу такое утверждение Ну давайте Сначала определение Потом утверждение Значит Расширение Расширение Галуа К Над Ф Называется циклическим Если его группа Автоморфизмов Циклическая Если группа Автоморфизмов Циклическая Ну и Можно еще ввести Определение Что группа Расширение Абелевым Если группа Автоморфизмов Абелева Я хочу доказать Что если у нас Расширение Это поле Разрешение Вот такого Многочлена То это Расширение Циклическое Сейчас правильно говорю Ну Давайте напишем Что это лучше Абелева Про циклическую Я уточню Точно Абелева Но При некоторых Словиях Надо быть циклической Значит Если я это докажу Тогда Что я могу сказать Я могу сказать следующее Что если ФАТЭКС Разрешим в радикалах То Его корни Входит Некоторое Нормальное расширение У которого Башня Устроена таким образом Что в группе Автоморфизмов Этого расширения Есть цепочка Таких Вложенных подгрупп Таких Что факторы Это Абелевы группы Ну В прошлый раз Мы что-то про это обсуждали Что если у вас есть Уже цепочка подгрупп Такая что Они другую нормальные Факторы Абелев То тогда Группа Ж будет разрешима Так что Если мы докажем Это утверждение То мы на самом деле Докажем Ну вот После этого Уже может быть Оказывается Теорема о том Что Если Неразрешима В радикалах То Там Группа Гула И его поле Разложения Она разрешима Вот именно По этой схеме Давайте Сначала мы Отвержение Разберем А потом Значит Когда вы строите Поле отрывения К степени Многощенной К степени Н минус А То На самом деле У вас есть два этапа Вы Сначала Добавляете Все корни Н степени Из диницы А потом уже Добавляете Все корни Н степени Из А Давайте Вот сделаем Продержочное поле Возьмем поле Разложения Многощенной К степени Н минус А А потом Возьмем поле Разложения И к степени Н минус А Уже У Следующего Этажа Саша Привет Значит Давайте Поймем Как устроена Каждая Из этих Этажей Что происходит Когда мы Добавляем Когда мы Берем поле Разложения Многощенной К степени Н минус 1 Но мы На самом деле Как мы В прошлый раз Обсуждали Это мы Просто добавляем Примитивные корни Н степени Из диницы То есть Если вы Добавите Все корни Н степени Из диницы Вам разрешено Добавить Тот корень Который Ни Ни Которого Ни Меньшего Многочлена И тогда Получится Что Если вы Его добавили Вы все Остальные корни Автоматически Добавили Как устроены Автоморфизмы Что такое Давайте возьмем Автоморфизм Какой-нибудь Пусть Фи Автоморфизм Или Над Ф Куда он Переводит К Си Н Ну Он его Переводит В какой-то Другой Примитивный Корень Н И степень Из диниц Как мы знаем Ну Тут неважно Все Если Живем Откуда Вообще Можно Любой Примитивный Корень Перевести Если Живем Натку То Какой-то Там Ну Не все Корни Нам Доступны Ну Точно Это Будет Какой-то Ксиен В какой-то Степени Эль Где Эль Из Затан Со Звездочкой Что Будет Если Мы Возьмем Ну Давайте Тогда Фи Будем Обозначать Синок Эль Фи Л Определяется Так Что Просто Ну Определяется Полностью На Ксиен Потому Что Автоморфизм Нужно Сохранить Ф Он Отдается Тем Куда Отображает Ксиен Ксиен Отображает Какую-то Степень Этого Элемента Значит Можно Все Фи Зумеровать Этими Степенями Что Будет Если Мы Возьмем Композицию Двух Таких Штук Как Вы Думаете Куда Она Ксиен Переведет Куда В степень К То есть Мы сначала Возьмем В степень К А потом Это Возьмем Еще в степень Л Получим В степень Км На Л Ну Все Значит У нас Автоморфизмы Они Определяются В той Степени Куда Они Возьмем Ксиен А При умножении Здесь Умножение Значит У нас Группа Автоморфизмов Является Подгруппой Группа Затон Со Звездочкой То есть Мы Можем Просто Взять И Ну Из-за Морф И Отобразить Подгруппу А именно Сопоставив Каждому Фи То Ту Степень Куда Он Переводит Ксиен То есть А именно Мы Фи Просто Переводим Л Это Группа Умножению Ну Можно Просто Сказать Что У нас Группа Автоморфизмов Она Просто Лежит В группе Автоморфизмов Всех Корней Минимального Многочинга Ксиен Поэтому Значит Эта Группа Лежит В группе Станцозвездочкой Значит Группа Станцозвездочкой У нас Абелева Иногда Она циклическая Иногда Нет Но уж По крайней мере Точно Она Абелева Поэтому Группа Автоморфизмов Или на Или на Дэф Она Абелева Не Всегда Циклическая Ну Ну Затанцозвездочка Она не всегда Циклическая Например Ну если Если он Простой То да А если Возьмете Там Зат 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 Это будет За 2 На За 2 Например То есть Может быть Такое Что у вас Ваша Группа Она Просто Ну Ее можно Представить В виде Прямой Суммы Циклических Но Саванц Циклической Не будет Теперь Возьмем Второй Этаж Значит Допустим Мы уже Довали Все корни На степень Зиницы Теперь Мы Рассмотрим Канат L Значит Смотрите Опять же Так как Мы Добавили Все корни На степень Зиницы То Ну Как Устроенная Корни Многощина К степени Н Минус А Вы берете Значит У вас Берете Фиксируете Какой-то корень На степени А А все остальные Корни Это вы просто Берете Этот корень Умножаете Его на Ксен На Ксен В квадрате И так далее На Ксен Степени Н Минус Первый Это вот Корни Этого Многочлена Поэтому Если У вас В Л Уже Все Ксен Степени Л Значит К Это Л От Корни Н Степени С Какого-то Фиксировано Корня Н Степени С А Опять же Смотрим На группу Автоморфизмов Значит Если У вас Есть Элемент Давайте Пси Из Группы Автоморфизмов Он Отображает Корни Н Степени С А Он Отображает Куда Он Отобрает Корни Н Степени С Он Отобрает Один Других Корней То Он Отдается Тем На Какую Степень К Мы Домножаем Этот Корень Степени С А Вопрос Что Будет Если Я Теперь Возьму Композицию Псик Пси Пси И Псик Что Получится Ну Ну К К А Как Начинать Давайте Почитаем Значит Если Я Применю Корни Н Степени С А Я Получу Пси Л Примененного Корни Н Степени С А На Кси Н К Значит Кси Н Лежит Уже В поле Л Поэтому Пси Выставляет На Месте Поэтому Я Должен Написать Пси Л От Кси В От А На Кси Н В К Ну И Тут Уже Пшу Корни Н Степени А Кси Н В Эль На Кси Н В К Но Это В Точности Пси Л Плюс К Таким образом Получается Что У нас Есть Изоморфизм Между группой Автоморфизмов И просто Группой Затен По сложению А именно Просто Каждый Пси И Л Отображаем В Л И вот Эта Группа Уже Честно Циклическая Но Вы это Могли Видеть У вас На Семинарах НРК Были Поля Разложения X5 Минус Два Где Вы Видели Что У вас Получалась Группа Типа Полупрямое Произведение Z4 На Z5 То есть Вы Доволяли Все корни На степени Сденица Корни Сденица Это З4 А потом Вы еще Добавляете Z5 Когда Добавляете Вот Эту Штуку Так Значит Что мы Доказали Давайте Я Сверну Теорему И Докажу Ее В Одну Сторону А потом Мы Разберем Пример А потом Поговорим Про то Что Делать Другую Сторону Теорема Главная теорема Звучит так Я считаю Фат Не приводим Многочин Разрешиваем В радикалах Тогда и только Тогда Когда Группа Галуа И его Поле Разложения Разрешима Но Группа Галуа И его Поле Разложения Я буду Писать Вот так Гал От F Это Группа Галуа Поле Разложения Эпот И Значит Мы С вами Докажем В одну Сторону И Разберемся С проблемой 2 Которая у нас Там была Как обычно Когда Что-то Значит Проще Доказать Что-то Неразрешим В радикалах Чем Доказать Что-то Разрешим В радикалах Потому что Что-то Доказать Разрешим В радикалах Нужно Построить Четкий Способ Как это Делать А чтобы Доказать Неразрешим В радикалах Нужно Как-то Просто Показать Что Все Плохо Поэтому Проще Доказывать Конечно Слева Направо В одну Сторону Докажем Пусть Эпотекс Разрешим В радикалах Тогда Вот Применяем Утверждение Значит Если Эпотекс Разрешим Ну я Буду Переписывать То что У нас Уже Было Ну да Значит У нас Ну пусть У меня Эль Это Поле Разложения Эпотекс Значит У меня Эль Л Лежит В каком-то К Который Получается Как башня Циклических Расширений Башня Нет Башня Расширений Которая Получается Поле Разложения Многочленов Это у нас Абелевое Расширение Мы доказали Что это Абелевое Расширение Аито Над К Плюс Первым Поле Разложения Х М Ит Минус Аито Значит Аито Над К Плюс Первым Абелевое Это означает Что если я возьму Группу Автоморфизмов К На К Это будет Такая группа У которой Есть цепочка Подгрупп У каждой Которых Нормально В следующей И при этом Фактор Абелев То есть У меня ЖИТ Нормально В ЖИПлюс Первом И фактор Абелев Значит Ж Разрешимо Ж ЖН Разрешимо Какое Теперь Это отношение Имеет Поле L Ну давайте Вот этот момент Еще сделаем И Собственно Жили Будет Доказано Тут проблема 2 Которая У нас Была Ну что мы Доказали Мы доказали Что у нас Есть какое-то Поле К Которая Нормально Над Ку И при этом Группа Автоморфизма К над Ку Разрешима Внутри К сидит Поле Разложения L Многочлена F То есть Можно Написать Вот такую Башню К над L над Ку Причем Значит Это поле Разложения Многочлена F от X И поэтому Это тоже Нормальное Расширение Значит Группа Автоморфизмов L над Ку Она Является Фактор Группой Она Это Мортофактор Группе Автоморфизмов К над По Автоморфизмов К над L Ну так У нас К над Ку Разрешима Фактор Группа Левой Разрешима Группа Разрешима То Л над Ку Разрешима Ну мы На самом деле Что мы Доказывали Мы доказывали Что если У вас К над Ку Нормальная Или Нормальная То Группа Автоморфизмов К над L Она Нормальная В группе Автоморфизмов К над Ку Но то Что Доказывает Что Вот этот Изморфизм Там нужно Просто Сделать Отображение Отсюда Сюда И Показать Что Сейчас Нет Неправильно Отсюда Сюда И показать Что ядро Это вот эта Штука Это Упражнение Которое Можно Наверное Оставить Ну в общем Если Это Поверить То Действительно У нас Получится Что Группа Вот эта Глуат Ф Она Разрешима Это Вот эта Группа То Еще раз Да Вот Мы сказали Что Если У нас Ронеразрешима В радикалах То Можно Получить Башню Расширений Где К Нормальный К Нат К Прис Первым Это Поле Разрешение К Многощенной Степени Мы Это Минус Аит Значит Это Цепочка Обеливых Расширений Значит Если Перейдем Группам То Получится Что Фактор Группы У нас Абеливы Значит У нас Вот Эта Большая Группа Разрешима А Автомортизм Эль Нат К Это Фактор Групп Разрешима Группа Которая Тоже Разрешима Поэтому Если Она Неразрешима В радикалах То Группа Гула Разрешима То Если Мы Предъявим Многочлен У Которому Группа Гула Неразрешима Значит Она Неразрешима В радикалах Так У нас осталось Две минуты Давайте Я Скажу Начнем Проблема В обратном Случае Мы К этой Проблеме Сейчас Я Приведу Пример Сначала И потом Будем Обсуждать Что Делать В Другом Случае Значит У нас Допустим Группа Гула Разрешима Да Давайте Я Напишу Набросок Потом Мы Будем Продолжать Группа Гула Разрешима Значит Я могу Сделать Эта Группа Гула Следующая Значит У меня Есть Поле Разложения L Многочлен Есть Соответственно Некоторая Группа Гула R Я Могу Сделать Здесь Цепочку Подгрупп Которая Такой Что Фактор ЖИТ По ЖИ-1 Это Циклическая Группа Как вы Помните Если у нас Группа Разрешима То я могу Построить Такую Цепочку Подгрупп Такую Что у Меня ЖИТ Будет Нормально В ЖИ-1 ЖИ-1 Будет Нормально В ЖИТ И ЖИТ Будет Циклической Это Значит Что Соответствующим Разрешении L Я могу Тут Написать Купочку Расширений Такой Что КИТ Над КИ Плюс Первым Это Расширение У которого Циклическая Группа Глуа То есть Мне Дано Что КИ Над КИ Минус Первым Циклическая Вопрос Что это Говорит Мне про Это Расширение Если Я знаю Что Циклическое Расширение Это Обязательно Расширение Которое Получается Добавлением Корня Какой-то Степени Из А То Тогда Все Готово Тогда Действительно У меня Получится Что Если Группа Разрешима То Значит У нее Есть Цепочка Подгрупп Такая Что Фактор Циклическая Значит У меня Есть Цепочка Расширения У которых Каждый этаж Циклическое Расширение Если Я знаю Что Из этого Будет следовать Что Каид Это Поле Разложения Многочлена Их степени Митая Минус Аито Где Аито Из К Плюс Первого К Минус Первого Тогда Все Будет Хорошо Если У меня Вот Ну вот Это Большой Вопрос Почему Из того Что Группа Циклическая Следует Что Это Вот Предупреждение Многочлена Вот Это Совершенно Непонятно И Вот К этому Вернемся Конце Следующей Половины Когда Я Сначала Пройду Пример Неразрешим В радикалах А потом Про это Поговорим Так Ну вот Видите У нас сейчас Будет Небольшой Мозговой Перерыв Сейчас Будем Что-то Более Простой Делать Ну Понятно Что Вот Вы Ходите Постоль Пример Уровнений Которые Неразрешимы В радикалах На Ку Ну Как Мы знаем Значит У нас С3 С4 Разрешимы То есть У нас У С3 Комутант Уравнений 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 Которые Группа Угла Будет С5 Как мы это сделаем Значит Для того Чтобы Приготовить Уравнений Которые Неразрешимы В радикалах К пятой степени Нужно Придумать Многочлен У которого Ровно Неприводимы Многочлен Пятой степени У которого Ровно Три Вещественных Корня Значит Берем Неприводимый Многочлен Пятой степени У которого Ровно Три Вещественных Корня Но Как такое Изготовить Нужно Взять Есть Несколько Таких Примеров Ну Например Х Пятой Минус 10х Плюс 5 Или Например Х Пятой Минус 4х Плюс 2 Тут В принципе Тут Понятно Как такие Строятся Коэффициенты Подобраны Так Что Можно Применить Критерий Зинштейна Поэтому Он неприводим Ну Например Второй Возьмем Он Неприводим По Критерию Зинштейна У вас Тик Возьмем Такого места Что делится на 2 А последний Делится на 4 Чтобы у него Было 3 Честных Корня Нужно Посмотреть На Посчитать Его Производную Производная Будет равна 4 4x4 Минус 4 Правильно 5 Извините 5 Все Сломалось Значит Я должен Взять Корень Значит Чего Значит x4 Равно 4 Пятых Значит Это будет 2 Делить На Корень С 5 И Минус 2 На Корень С 5 То есть У меня 2 2 Экстремальных Значения Ну И В Одном Из Них Он Пронимает Значит В 2 На Корень С 5 Он Будет Пронимает Три Значение По Трум Положительное Для У нас Двойка Ну График Вот Примерно Такой Если 4 равно 4 пятых То здесь написано Ну давайте Так Может Прикинем Да Значит Если 4 равно 4 пятых То значит Тут написано 4 пятых Х Минус 4 Х Плюс 2 Ну Вот Видно Что Например Если У вас Х Х Это 2 Делить На Корень С 5 То Эта Штука Будет Отрицательной Но Для Второй Штуки Нужно Подставить И проверить Что Здесь Будет Наоборот Вот Это Будет Больше И Подположительно Так Что 3 Вещественных Корни Есть Многочлен Не Переводим Зачем Нам Три Вещественных Корня Три Вещественных Корня Нужны Затем Чтобы У нас Было Два Комплексных Корня А Если Два Комплексных Корня То У нас Обязательно Есть Такой Хитрый Автомофизм Называется Комплексное Сопряжение Еще Вот Мы взяли Такой Многочлен Под Х Что Мы знаем Про Группу Гула От Э Она Во-первых Лежит Воспять Она Сдерживает Транспозицию Так Как Комплексное Сопряжение Это Автомофизм Ну то есть У нас Есть Три Вещественные Корни Два Комплексные Корни Они Сопряжены Другой Сопряжение Будет Переменять Местами Эти Три Оставлять На Месте И Еще Нам Нужно Свойство Которое Следует Из Того Как Эта Группа Глав Устроена Она Транзитивно Действует На Множестве От 1 до 5 Значит Транзитивно На Множестве От 1 до 5 Так Что это значит И почему Это так Знаешь Что это Транзитивная Группа А Проходили Значит Так Напоминание Г Транзитивно На М Если Ну уже Действует На М И Для любого Ха из М И И И И С М Существует Элемент Из группы Который Переводит Х в У То есть У вас Жент Сила на М Если М Стоит Просто Одной Орбиты Вы Можете Любую точку Любую Перевести Элементом Группы Почему Это верно Для То есть Ну что такое Множество 1,5 Да Я просто Занумеровал Корни И говорю Что Группа Голова Она Как-то Представляет Корни Многочлена Который Я Занумеровал Числами От 1 до 5 И я Могу Любой Корень Перевести В любой По Тому Трежению Что мы Доказывали Значит Если У нас Есть Если У нас Есть два Разных Корня Многочлена Ф То Существует Автоморфизм Переводящий Автоморфизм Поле Разложения Отсюда Который Переводит Альфа В Альфа Житая Это Мы Нескрат Использовали Что мы Можем Любые Два Корня В Один Корень В Другой И Это Продолжить Автоморфизма Всего Поле Разложения Многочлена Что Мы Любые Сопряженные Элементы Для Любых Двух Сопряженных Элементов Существует Автоморфизм Который Один Переводит В другой Это Вот Мы Доказывали Когда Доказывали Равносильность Условий Равносильность Определений Нормального Решения Решения Голова Поэтому Для Любых Двух Корней Автоморфизм Который Переставляет Поэтому Собственно Группа Голова Транзитивна На Это Ну и дальше Нужно сказать Такое Утверждение То Если У вас Есть Группа Подгруппа Группа Переставлок На Простом Числе Элементов Г Транзитивна Транзитивна На Множстве 1p И G Содержит Транспозицию Содержит Транспозицию Значит G Это И Есть SP Вот Если Мы Это Докажем Тогда Мы Докажем В Случае Того Многочлена Что У Группа Голова Это S5 Она Неразрешима Значит Она Неразрешима В Радикалах Вот Этот Вот Это Но Это Я Подставляю Корни Чтобы Проверить Что У Меня Здесь Положительно Можно Если Так Верите Это Смотрите Ну X5 Если У меня X4 Равно 4 5 То X5 Это 4 5 X Поэтому Вот Это Я Поставил Корни Этого Многочлена В Многочлен И пытаюсь Понять Какой Знак Будет И Говорю Что Если Мы Возьмем 2 Доколи Это Будет Центр Знак Если Минут Такой Это Будет Положительное Вот Ну Это Можно Проверить Ручную Может Для Многочлена Повыше Написать Там Может Попроще Будет Ну То есть Вид Многочлена Не Важно Важно То Что Он Неприводим И Метри Вещественных Корни Наверное Вы Верите Что Таким Многочлен Довольно Много Вот Я Пример 2 Привел Можно Еще Привести Давайте Докажем Утверждение Значит Я Знаю Только То Что У меня Есть Какая-то Подгруппа В группе Перестановка На По Элементах Любой Элемент Любой Можно Перевести И У нас Есть Какая-то Транспозиция Ну Давайте Нарисуем Граф Где Вершина Это Это Число Тонова До П А Ребро Ижи Означает Что Транспозиция Ижи Лежит В Ж То есть Нарисуем Просто Все Транспозиции Которые У нас Есть В виде Графа Вот У нас Есть Там Ну В случае Пяти У нас Есть Пять Вершин И Мы Точно Знаем То есть В случае Пяти У нас Такая Картинка У нас Есть Пять Вершин И Есть По Крайней Мере Точно Мы Знаем Что Есть Одно Ребро И Хотим Доказать Что На самом Легись Все Ребра Есть Я Утверждаю Что В таком Графе Я Хочу Доказать Что У Него Компонента Связанности Это Правда Тогда Из Того Что П Простое Будет Следовать Что Каждой Компонент Связанности У меня Количество Вершин Делит П Значит Либо Все Из Вершины Стать Либо Из П Но Из Вершины Не Мог Стать Потому У нас Хотя Одна Транспозиция Есть Значит У меня Теликом Все Транспозиции Есть Значит У меня Жест Совпадает С П Потому Что Если Транспозиция То Ими Все Порождается Ну Давайте По этому Плану Двигаться Рассмотрим Две Компоненты Связанности Этого Графа Вот У меня Есть Одна Капальц Связанности Вот Другая Капальц Ну Давайте Выберем Там Вершинку Какую Нибудь Вот У меня Будет Вершинка Один Тут Вершинка И Ну Понятно Что Ну Да Понятно Что Если У меня Все Тех Это Полный Граф Потому Что Если Есть Транспозиция Между Там Если Есть Ребро Между Один Два И Два И Три То У Есть Вся То То У У меня Есть Ребро Из Один Три Потому Что Я Из Двух Нас Позиции Могу Сделать Эту Нас Позицию Поэтому Ну Давайте Возьмем Какую Нибудь Вершинку 2 Из Первой Капальц Связанности Я Отвержаю Что Можно Придумать Какую Штуку Которую Переводит Все Элементы Первой Капальц Связанности Во Второй Капальц Которая Переводит Одни Суп И Вопрос Куда Она Переводит Двойку Я Хочу Хотелось бы Верить Что Если У нас Есть Переснов Который Переводит Единицу И А То есть Не Из СП А Просто Из Ж Что Сигма Двойки Это Будет Какой То Элемент Из Комонета Связанности Где Лежит И То Есть Вот Хочется Понять Почему Сигма Двойки На самом Деле Какой То Элемент У Которого Есть Транспозиция С И Наверное Понятно Ли Это Что Вы Знаете Вообще Про Перестановки Надо Написать Хитрое Сопряжение Которое У вас Переводит Транспозицию 1 2 А позицию Сигма 1 Сигма 2 Наверное Это Будет Выглядеть Так Давайте Я Сейчас Напишу Вам Мне Скажите Это Правда Или Нет Я Переверу Такую Штуку Беру 1 2 Потом Сигма А потом Еще 1 2 Как Вы Думаете Что Это Получится Что Что Сейчас Или Не так Сейчас Я не Не так Нужно Вот так Сейчас Отменяется Так Нужно Написать Как Так Сейчас Вот Наверное Так Сейчас Да Вот так Вот Так Лучше Будет Значит Но Если Вы знаете Что-то Про сопряжение То Вы знаете Что Когда Я сопрягаю Перестановкой То Все Что Происходит Я Применяю Просто Сигму К Цикловой Структуре Которую Тут Есть Ну То есть Можно Вручную Профермерировать Да Берете Щитма От Единицы Применяете Сигму Минус Первый Получается Единичку Потом Применяете Двойку Потом Применяется Сигма Один Переходит Сигму От Двойки Значит Щитма От Двойки Он Применяет В двойку Единицу Сигма От Единицы Сигма Дальше Осталось Осталось Чичше Проверить Что Ну А Это Вот транспозиция, потому что при сопряжении цикловая структура сохраняется. Поэтому это будет коррестановка сигма от 1 и сигма от 2. Значит у нас сигма лежит в группе, 1,2 лежит в группе, значит эта штука тоже лежит в группе. То есть если у меня 1 и 2 лежат в одной комбайне связанности, то сигма 1 и сигма 2 тоже в одной комбайне связанности. То есть если у меня есть ребро между 1 и 2 то есть серебро между сигмат 1 и сигмат 2 и так для каждой для любой вершины которой соединена единичка у меня здесь есть соответственно серебро тут поэтому значит количество элементов в компоненте связанных с единицей оно уж точно не больше чем количество элементов в компоненте связанности элемента и ну понятно что в другую сторону тоже верно потому что если у меня ну я могу в другую сторону провести и сказать что тут больше либо равно значит на самом деле равенство значит во всех компонентах связанности у меня одинаковое количество элементов значит количество компонент ну здесь количество элементов в компоненте связанности делит P ну и значит у нас либо либо одна компонента связанности либо P компонент связанности ну так у нас транспозиция есть хотя бы одна то этого вариант быть не может значит у нас одна компонент связанности поэтому у нас все транспозиции есть в нашей группе знаешь что у нас вся группа но вот транспозиция поражает вся группа SP поэтому уже совпадает с SP ну вот так вопросы то простое да извините я и написал да естественно да здесь мы существенно использовали что появляется простым элементом иначе бы не сработало то есть например если у нас была группа S6 то там могло быть там но либо 3 3 цикла либо 3 квадратных связанности по 2 элемента 2 квадратных связанности по 3 элемента там могло быть разные истории но вот мы используем то что 5 простое в принципе можно предъявить и многочлен в любой степени N можно предъявить многочлен N от Q которого группа голова S N но это чуть более ну немножко более больно там кажется нужно взять многочлен в духе то есть ну вот точно совершенно можно взять многочлен вида XV на минус A X плюс 1 только нужно подобрать хорошо АК вот целое число вот обязательно есть такой многочлен у которого группа голова у него будет S N ну он нам кажется не знаю занимает две страницы ну чуть менее интересно ну то есть на самом деле здесь мы можем уже много примеров перейти может любого простого числа пробовать поставить такой многочлен у которого если возьмете многочлен там седьмой степени которого пять сейчас на корне то тоже такой сработает только нужно подобрать нужный многочлен так ну вот осталось 20 минут давайте я немножко поговорю про то что происходит значит у нас все проблема один не решена но можно ее оставить конечно на как доп.вопрос и давайте немножко поговорим про то что делать в обратную сторону какие-то там тоже есть сложности может быть что-то докажем но то есть что-то я точно докажу но там до конца нужно будет немножко опять немножко помучиться ну а ну в так давайте я повторю то что я уже говорил значит если мы хотим доказать что если группа разрешима тоже они разрешим у радикалах есть группа была разрешима означает то можно построить у меня есть цепочка нормальных цепочку под групп каждый которых нормальный предыдущий и фактор технический фактор техническая группа из этого значит эти штуки соответствует башни расширений который мешает используя разглажение многочленная под x и заканчивается q причем мы знаем что вот нас к и над ки плюс первым это циклическое расширение она норма она нормально и циклическая мы хотим понять правда ли что из этого следует что это расширение именно добавление корней на степени из многочлена если вы помните что мы делали когда вы доказывали в обратную сторону то мы там разбирали два случая когда мы добавляем корни на степени а на самом деле мы делаем два шага сначала добавляем корни на степени зеленицы а потом добавляем м на степень n на степень этого элемента и вот это расширения но всегда автоматически циклическое если уже у нас есть корни на степени а вот это решение она а беливо ты чтобы из него дело циклическая нужно будет еще развалить на несколько ну развалить абелеву группу прямую сумму циклических Их подгруппы из них дают соответствующее расширение. И вот с этим могут быть некоторые проблемы. Поэтому тут нужно разделить эти два шага и доказать два утверждения. Первое утверждение будет такое. Это называется теория Куммера. Она говорит следующее, что если у вас есть расширение канат F. Расширение голова. Причем F уже заранее содержит корни n степени из единицы. В F уже лежат все корни n степени из единицы. F содержит все корни n степени из единицы. Вот тогда, а циклическая тогда только тогда, когда это поле разложения некоторого вот такого многочлена. Сейчас. n ниоткуда не взялось, значит, она, конечно, степень расширения равна n. В принципе, масса характеристика поля 0. Но если вы хотите, можно добавить, что характеристика поля fk, o, i, n, они взаимно просто. Но можно для 0 доказывать, это тут неважно. То есть это верно в общем случае мы будем... Можно считать, что поля f имеет кратистику 0, тогда это условие не нужно. Тогда k над f циклическая, тогда и только тогда, когда k это поле разложения... xvn на минус a. Ну, для какого-то a из f. И этим самым мы докажем первую половину удержения в обратную сторону. То есть нам нужно теперь... То есть после этого останется только следующий вопрос. Как добавить q все корни на степени из единицы, да? То есть надо... Ну, дальше нужно будет сделать так, что вот у нас поле разложения l. Нужно будет решить вот с этим проблему. И тогда вы каждый... Если вы уже... У вас есть и корни на степени есть, тогда вы просто каждый раз добавляете... Ну, вот, каждый раз вот циклическое расширение поле разложения этого многочлена, поэтому все будет работать. Ну, давайте про это утверждение поговорим. То есть в одну сторону мы уже его доказали, когда мы доказывали... В обратную сторону, да? То есть мы знаем, что если k поле разложения многочлена, и v содержится корня на степени из единицы, тогда это циклическое, это мы доказали. Значит, что они считают циклическое? Это значит, что... Мы знаем только то, что группа автоморфизмов... Канат F... Она порождена некоторым автоморфизмом Sigma. Циклическая. Ну, как я уже делал, сейчас я расскажу читерское решение, там будет дырка, нужно будет ее заделать. Давайте сначала без дырки, а потом будем сделать дырку. Ну, может, вы сразу скажете, что там очевидно, где дырка, тогда придется сразу доказывать. Ну, или... Ну, в общем... Так, сейчас. Значит, нам нужно найти элемент... Вот у нас есть... Смотрите, у нас есть расширение. Мы знаем, что группа автоморфизма циклическая. И мы хотим найти этот элемент, который нужно добавить, который является корнем многочлена n-степени, который в n-степени лежит в этом поле, который нужно добавить k, чтобы получить k. То есть нужно найти... Что значит элемент? У нас тот, который нужно. Ну, вы помните, что... Как у нас это было устроено? Вот у нас есть kcn, примитивный корень n-степени из единицы. И если все хорошо, то для этого a должно быть что-то выполнено, что сегмат a равно kcn умножить на a. Ну, во-первых, вот такая штука подойдет. Потому что если мы вот возьмем... То есть если мы найдем элемент a, для которого сигма от a это kcn от a, то как раз у нас... Если я возьму kck от a, это будет kcvn в kt на a. То есть первый раз, когда этот элемент придет в себя, это будет sigmvn от a. Ну, да. Ну, да. То есть этот элемент в себя не переходит. При этом, если мы зайдем его... Ну, да, если мы зайдем в n-степень, то мы получим одно и то же. Поэтому в n-степени это будет a, поэтому n-степень, ну, сигма от a в n-степень, оно будет равно a в n-степень. Поэтому сигма от a в n-ный, а в n-ный уже лежит в нашем поле. Значит, а не лежит в поле, все его степени лежат, а n-степень лежит в поле, значит, как раз это будет то, что нужно. Значит, нам нужно вот попробовать решить вот такое уравнение. Ну, давайте напишем какую-нибудь... придумал какую-нибудь ленинную комбинацию пенных, так, чтобы все сработало. Значит, возьмем такую штуку. Значит, берем 1, прибавляем ксенную на... сейчас на сигма. Берем ксен в квадрате на... сигма в квадрате, правильно? Да. Вот, берем такое... значит, сигма, это что такое? Это у меня штука, которая бьет из кавка. Ну, можно брать разные линейные комбинации этих сигм. Давайте возьмем вот такую хитрую линейную комбинацию, ну, и примем ее к какому-нибудь элементу бета. Получим некоторый элемент тета. Вот, если я теперь применю сигма к тета, давайте посмотрим, что я получу. Значит, вот я применяю сигму к вот этому линейной комбинации. Значит, это будет сигма плюс ксен в квадрате плюс ксен в квадрате на сигму в квадрате плюс и так далее плюс ксен в н на сигма в н-1 сейчас, сигма в н-1 на сигму в н-1 все это примените к бете. Ну, видно, что это то же самое, что сигма в н-1 примененный к единице плюс сигма в н значит, что мы сейчас давайте посмотрим, что происходит. Значит, вот это сигма в н-1 это у меня единица. Значит, я вынес сигма в н-1 здесь вот здесь сигма в н-1 на сигма в н до сигма потом будет сигма в квадрате на сигму в квадрате плюс и так далее плюс сигма в н-1 на сигма в степени в н-1 в бета то есть сигма в н-1 на тета Ну, вот получилось, что если я применю автомартизм сигма к тете то я получу не ксен ну, не ксен, а ксен-1 на тета но это то же самое то есть, если у меня получил элемент тета такой, что сигма от кси сигма от тета это ксен-1 на тета Значит, у меня получается, что n-ой степени лежит f, а с другой стороны, в севой степени это будут какие-то сопряженные к тете. Ну вот и получится, что наше расширение канат f получается добавлением тета. И тогда... Так, ну я чувствую, что вы уже ничего не понимаете, да? Где дырка-то? Что я тут неправильно сказал? Или ничего не понятно? А, очень быстро прошло. Значит, идея, смотрите, ну вот... Тут есть такая идея, что я хочу найти элемент, который... Ну как вот... Сейчас давайте я, может быть... То есть, как понять, что я нашел корень и на степени с a? Дело в том, что, ну как бы, если я возьму корень и на степени с a, умножу его на кси n-е, Ну вот, если я возьму на корень и на степени с a, получу, конечно, кси n. Поэтому нужно найти такой элемент, что сигма от этого элемента... Или на этот элемент, это вот корень и на степени с a, ну, равен кси n, например. Если я такой найду, то, в принципе, я нашел корень и на степени из какого-то элемента. Поэтому я беру... Значит, я беру такое хитрое отображение из кавка. Говорю, что вот оно... Значит, ну, возьму какой-нибудь элемент бета, получу тета. И дальше получается, что сигма тета, вот если я посчитаю, то это будет сигма... Кси n-1 на тета. Ну и значит, все хорошо. Так, можете кто-нибудь понять, какая тут проблема есть? Да, тета не 0 должен быть. То есть, тета вообще... То есть, я не сказал, тета вообще должен быть таким элементом, который у нас... Ну, да, не равен нулю. То есть, мне нужно понять, почему вот такая штука... Это не может быть торжественным нулем. Почему я не могу взять вот эти суммы автоморфизма, взять и сложить с линейной комбинацией и получить ноль. Но для этого нужна... То есть, видите... То есть, чтобы докатить в обратную сторону, я мало того, что должен доказать, разобрать эти два случая. И каждый из этих случаев вообще не очень тривиальный, потому что даже в первом случае мне нужно, кроме того, чтобы это обсуждать, все доказывать вот такое утверждение. Ну, давайте я вот сформулирую. И там... Ну... В принципе, докатинар тоже успеет, но не очень сложно. Но, может быть, надо снять на следующий раз. Что я должен доказать? Утверждение. На самом деле, это можно сказать... Ну, в общем, в самом общем виде это называется... Теорема Артина о характерах. Ну, у нас будет как бы... Она ничем не отличается по доказательству от того, что мы будем доказывать, но... Мы сейчас докажем вот ее, как бы, частную версию. Ну, может, еще раз докажем. Сейчас уже три минуты осталось. Ну, в нашей версии... Ну, давайте я сформулирую, сделаю комментарий, докажем в следующий раз. Значит, в нашей версии это будет так. Мы хотим доказать, что... Один сигмы, сигма в квадрате и так далее, сигма в н-мюс первой, лейны и независимы над L. Или что, над H, наверное. Ну, наверное, да, наверное, откачиваем, посмотрели. То есть, короче, вы берете любую линейную комбинацию, ну, это какое-то отображение из КАФК, да, вы можете... Если у вас есть какие-то коэффициенты лямбдаида из КАФК, вы можете взять линейную комбинацию, получить тоже некоторое отображение из КАФК. Вот утверждается, что если оно отрожественно равно нулю, как отображение из КАФК, тогда все лямбдаида равно нулю. То есть, не бывает никакой интервьюальной инакомбинации, которая обращается в ноль на всех элементах КАФК. То есть, вот здесь вот обязательно найдется хотя бы один элемент из КАФК, который даст не ноль. И поэтому это работает. Ну, теория Мартина говорит о том, что если у вас есть H-группа, КАФК, это какое-то поле, характерами называются любое отображение характера, это отображение H-К со звездочкой. Ну, вот уже, если они различные характеры, то они или не независимы. Если H-И-Т не равно Х-Житому при неравном Житому, то H-И-Т или не независимы над К. вот но мы докажем конечно для автоморфизма для гасяка ничем не отличается но мы докажем для автоморфизма так ну смотрите осталась одна минута в следующий раз ну вот я это докажу можно принципе проблем один еще поговорить наверное вторую часть мы пропустим вот и следующий раз наверное хотел бы чем такой попроще рассказать а именно чуть то есть про то какие бывают как как решать подачи на 3 4 степени то есть китом вот группу голова чистыми делать как вообще проверять работать сейчас мы приведем пример элемента который у которого минимальным гостин степени 4 у него нельзя построить цирку линейкой вот на этом закончим то есть нас лишат бы последняя лекция вот но если что-то еще вы хотите чтобы я рассказал может быть если вам что-то интересно можете мне написать я тогда пробую это включить не знаю все вас какие-то были остались не не разрешенными вопросы можно мне написать я это готов тоже что-то рассказать а так на сегодня все всем счастливо до